Здравствуйте! В эфире Город С. Татьяна Дмитриева. Для чего проводится День Волги? Какие проблемы экологические могут решить сами горожане? Об этом говорим сегодня. В нашей студии руководитель Самарской региональной общественной организации содействия благоустройству области «Свежий ветер» Юлия Копылова. Ваши вопросы и мысли по поводу наведения порядка в городе задавайте по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Юлия. Очень рада с вами познакомиться, потому что слышала о вас и о вашей организации, но лично мы не встречались и пока не общались. Скажите, пожалуйста, как давно вы уже занимаетесь общественной деятельностью? Общественная деятельность у нас пошла как раз с берега. С берега Самарки, которая, конечно, тоже впадает в нашу любимую Волги. Это все пошло с детства. В детстве мы убирали Волгу всегда. Значит, очень давно. Я думала, года два-три. И на самом деле, да, с детства пошло. Ну, официально могу сказать, что с 2010 года мы начали свою деятельность общественную на Сухой Самарке. Зарегистрировались мы официально в январе 2011 года. Мы поняли, что нужно создавать организацию, чтобы иметь какую-то там юридическую основу для своих действий. А много сегодня людей входит в вашу организацию? Люди боятся выходить в организацию как-то официально. Вот этот официоз, он сегодня, честно говоря, уже очень многих пугает. Официально нужно сдать свои паспортные данные, официально нужно заполнить документы. Это всех пугает. Ну, вы чувствуете поддержку, когда вы какую-то акцию, мероприятие объявляете, вас поддерживают? Да, конечно, в социальной сети достаточно много людей, больше 300 человек, которые при необходимости всегда готовы помочь. Понятно. А у вас основное место работы есть? Вы работаете, не только общественной работой? Да, да, да. Вам профессия ваша как-то помогает? Нет? С чем-то связано вот с вашей деятельностью или совсем другим? По профессии я инженер-электромеханик, занимаюсь 11 лет теплообменным оборудованием. Вот сейчас я, по-моему, пристекла менеджера. И вот эта вот работа менеджером, когда ты обязана достигать своей цели, если не выдвиг, то в окно, как нас учат, да? Конечно, они помогают. Конечно, они помогали поначалу работать с администрацией, когда приходит общественник и хочет что-то такое сделать грандиозное, естественно, его в этом не очень воспринимают, потому что таких амбициозных общественников очень много, а людей, которые доводят что-то до конца, их единицы. Да, но главное качество здесь умение убеждать, наверное, да? Да, умение убеждать и, конечно, свой личный пример. Где-то тебя не поддержали, но ты все равно это сделала. И потом обратили внимание, что, ну, надо обратить внимание. Юля, к нам уже поступают первые вопросы. Я напомню, телефон 202-11-22. Звоните, еще есть время. Наша тема – экология и благоустройство города. Ваши мысли, соображения по этому поводу? Кто должен наводить в основном порядок в городе? Пожалуйста, делитесь своими мыслями, звоните. Ну, вот тут, к сожалению, наверное, не совсем ваша тема. Пустят ли какой-нибудь транспорт под Эбенко? Пустят. Рано или поздно обязательно пустят. Вы не сталкивались с тем, что вопросы к общественникам вопросов больше задают, чем вот идут к чиновникам, обивают пороги, пишут какие-то заявления, оставляют свои координаты. Вот с чем вы это связываете? И какие вопросы, в принципе, вы можете решить, с чем к вам обращаются люди? И как вы смотрите на такую позицию, что вот я общественник, и ко мне идут, идут и идут, делайте, делайте? Да, бывает такое. Поначалу, когда мы в самом начале хотели все помочь и убраться, мы допустили такую вот ошибку над своим энтузиазмом. Мы убирались практически каждую неделю. Это было, наверное, в протяжении 3-4 месяцев. Мы никому не отказывали. И мы, не зная тогда законы, мы убирались в соседних дворах. Вот такой энтузиазм был и незнание законов. То есть, юридически мы были не подкованы, не знали, что за это платят. Вот нам казалось, что мы сейчас мир привернем, все везде уберем. Естественно, мы выдохлись. Конечно. А люди к этому привыкли, и потом смотрели на вас, что вы обязаны просто это делать. Да, да, что вы обязаны. Но вы же общественная организация. Такое понимание, что если вы организацией, то, что некоммерческая, то, что общественная, вообще никто не хочет понимать. Вы организация, значит, вы обязаны это делать. Вот, собственно говоря. Ваша организация называется «Свежий ветер». «Свежий ветер». Что вы, собственно говоря, вкладываете вот в это, и какое основное направление все-таки вашей деятельности? Потому что я побывала тоже на вашем сайте и увидела, что вы там и благотворительностью занимаетесь, и там и мусору разные, контейнеры. В общем, всего понемногу. А основное все-таки что? Хороший вопрос. Его еще ни разу никто не задавал. На самом деле, когда мы выбирали название, мы много что пересмотрели, много что перечертили, перерисовали. Потому что все началось, конечно, с субботников. Благоустройство, да, вот слово. Оно очень часто подразумевает ЖКХ. Вот, благоустройство, ЖКХ. Это что-то должно быть такое емкое, что меняет жизнь человека в лучшую сторону. Ну, если нас поместить в идеальность условия, мы будем жить лучше? Ну, думаю, что нет. Да, то есть помимо чистоты должно быть что-то внутри. Ментальность наша. Да, да. И мы выбрали все-таки благоустройство, как внутреннее, так и внешнее. Официально у нас сегодня два направления главных. Мы разрабатываем другие тоже. Это экогуберния, то есть экология. Угу. Да. И это возрождение заботы. И это возрождение наших традиций. На самом деле, два этих направления, они между собой очень связаны. Все наши традиции, они были связаны с природой. Уважение к природе, все натуральное. Это во каком периоде? Вот с какого периода вы хотите возродить традиции? О чем вы говорите? Вы знаете, мы на самом деле в этой теме уже ушли чуть ли не до язычества. Да, потому что христианство, язычество, у нас даже есть такие споры между участниками. Там, что правда, что неправда. Вот. Выбрали направление, которое связано с внутренним спокойствием, с семьей. Вот. Потому что семья, экология, экология в семье. Вот это вот все у нас, да, что-то в таком, в большом чане варится. И мы сейчас это все культивируем. А для вас лично самая главная ценность в жизни – это какая? Семья. Семья? Ну вот. Семья, конечно. И экология, она тоже должна быть, естественно, в семье и здоровье. Понятно. Это все в этом связано. Две основные темы – благоустройство и традиции. Да. Уважение, да, к природе, ко всем нашим традициям, которые чтили раньше, а сегодня немножко поменялись. Да, такой вектор. Ну да, время поменялось. Не то, что люди стали плохо, просто поменялись время, поменялись ценности. Да, и мы сейчас еще такую интересную информацию узнали, можно к ней по-разному относиться, что закончилась, по-моему, в 2014 году эпоха лисы, когда правили деньги и связи, а теперь стала эпоха волка, когда деньги уходят на второй план, а идут, конечно же, отношения, уважения. А волк очень с этим… С чем он ассоциируется? Ну вот, и есть какое-то такое поверье, что сейчас будет все намного лучше. Да, да. Ну, хотелось бы верить. И отношения у людей будут лучше. Будем стараться вместе с вами. К нам поступают еще вопросы. Звоните, еще есть время. Тема благоустройства, экологии, пожалуйста. Очень ценно, конечно, для общественников, и поддержка, и мысли людей, которые они высказывают, потому что можно самим разрабатывать, конечно, проекты какие-то, но без поддержки они не будут, собственно говоря, иметь никакого смысла. Почему у стоянок нет контейнеров на стоянках для мусора, в частности, на Литвиново-1, и не убирают территорию, прилегающую к стоянкам? У нас рядом три стоянки с домом, а территорию, прилегающую к ним, никто не убирает. Насколько я знаю, по информации с администрации, недавно был этот вопрос, сейчас по поводу стоянок будут вестись расследования, они очень многие неофициальные, их быть не должно, и вот администрация подняла этот вопрос, будут проверки по стоянкам, естественно, те, которые нелегально находятся, они будут устранены. А легальные по закону должны убирать рядом с собой? Конечно, мало того, не только рядом с собой, но и за забором, я не помню точно количество метров, но они тоже должны убирать. У нас тоже была такая ситуация, у нас стоянка рядом с той территорией, которую мы курируем, и они не убирали после... Один раз мы поговорили, и все прекрасно убирается. То есть нужно еще налаживать контакты и уметь убеждать, опять же, мы к этому возвращаемся. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к субботникам? Вот из года в год мы возвращаемся к этой форме, которая, кажется, уже устарела, потому что то прошлое поколение жило на субботниках, перетаскивается в нынешние, которые, как мы говорим, уже изменилось, и жизни, и люди. Вот вы тоже такие традиционные формы предпочитаете? Либо вы придумываете что-то новое? Вначале мы тоже начинали с субботника. Когда мы взяли территорию на Сухой Самарке, это был берег реки Татьянки, а то вышло 111 человек. А, конечно, мы подготовились, мы вешали объявление, это был такой грандиозный субботник, без разнарядки с заводов, просто люди вышли, потому что это было для всех близко. Раз убрали, два убрали, во-первых, становится чище, уже у нас нет таких свалок, как раньше были, вообще их нет. У нас, можно сказать, мусора вообще нет. Мы добились за пять лет. Рассмотреть место жительства. У нас очень там чисто, очень красиво. Вот, но за пять лет статистика такая, потом вышли 50 человек, потом 30, потом 10, и сейчас вот... Даже так? В этом году, да, у нас субботник был, там, мы уже все знаем друг друга, я вышла просто с перчатками повесила на дереве, люди выходили гулять, вынесли достаточно много пакетов с мусором. Вот, так что мы теперь как братья все поддерживаем друг друга. Понятно, то есть мусора стало намного меньше. Намного, его практически нет. А что вот, Юля, скажите, что нового можно придумать в такой теме, как уборка города, благоустройства? Что нового? Какие формы могут появиться? Ну, сейчас очень многие занимаются экопросвещением с населением, проводят разные тренинги, семинары. У нас, кстати, у вас фотографии, наверное, есть на эту тему? Да, есть на эту тему. Можно посмотреть и рассказать. Да, мы ищем новые методы привлечения людей, потому что, если кому-то сказать, приходите на экологический тренинг, ну, что вы можете мне дать, да? А мы сделали интересную... Пока нет фотографий. Вот, появились. Ну, вот смотрите, кто у нас выходит на субботники. Конечно, женщины. Женщины. Так что мы всегда ждем мужчин, и рады мужчин, когда мужчины идут. Конечно, физическая сила. Ну, вот, пожалуйста, мужчина. Да, вот среднее количество теперь людей, которые по собственному желанию выходят на субботники. И мы видим, это, конечно, молодежь. Есть взрослые, но они зачастую не хотят фотографироваться. Самое интересное в последнее время устраивает субботники с раздельным сбором. Вот такие субботники, они становятся поинтереснее, потому что уже есть какая-то логика, все идет на переработку. Ну, это, собственно, тоже мы тащим мешки. Сделали отличительные себе манишки. Вот, помимо субботников, конечно, у нас еще высадка. Это вот годовалые сосеньки. Мы брали в притомнике и высаживали их вместе с детьми. Ну, достаточно познавательно, увлекательно. Да. Вот, как раз фотографии. Да, это детки у нас, детского сада Истоки. И мы с ними высаживаем деревья. Ну, естественно, потом могут... Конечно, наши любимые Волгы, возвращаясь к нашей теме, мы на ней устраиваем выездные мероприятия и наши экологические игры. Проводим игры как с детьми, так и со взрослыми. Вот, учим взрослых, как правильно сдавать мусор виртуально. То есть, да, мы берем, допустим, пакетик чайник, это чайный пакетик. Как вы думаете, это к какому мусору он относится? К продуктовому, бытовому. Ну, там, если, да, если вы разбираете, то там есть и бумага, есть и текстиль, и есть, соответственно, и пищевая. Вот, обратите внимание, это у нас работаем с людьми золотого возраста. Это, как вы думаете, что вот они сейчас делают? Смотрят на сцену, наверное. Смотрят на сцену. Они смотрели мультики вместе с детьми. Да, это тоже мероприятие. Раз в год стараемся участвовать в праздниках с пожилыми людьми. Вот, собственно говоря, мультик. И мы... А они охотно, они вот приходят, да? Да, да. Такие экологические мероприятия, казалось бы. Их это интересует? Да. Конечно, с подарками. Это вот наш большой проект Билси, наверное, на протяжении года. Это парк на реке Самарка. Это сквер Речников. Очень знаменитое место для местных жителей. Раньше отсюда провожали и дальние плавания. И сейчас мы занимаемся в реконструкции. Год я писала письма, чтобы его заложили в бюджет. Потихонечку работа началась. Ждем, вот нам фонтан делать. Вот, это наша гордость на сегодня. Это вот два контейнера. Один был для ПЭД. Мы установили и передали их в собственность ССЖ. А ПЭД это что? Расшифровывается. ПЭД это бутылки. Пластиковые, да? А вот этот вот проект, который мы сейчас запустили, это проект «Благодарю» по созданию инфраструктуры, по сбору вещей у населения. Вот, с чем он... Вы знаете, что у всех у нас много вещей. Куда их принести, вопрос. Вот мы их собираем и передаем нуждающимся. Понятно. Вот это как раз возвращение к истокам. Это возвращение к истокам, да? То есть для всех наших участников, добровольцев, которые приходят к нам на субботники, мы проводим праздники потом. Вот этот праздник Ивана Купала, как раз на той территории, которую мы убираем. Вот. И мы часто бываем провели какое-то мероприятие, а через недельку там же всех пригласили поиграть, попрыгать через костры. Да, то есть не разовое, а продолжается, да? И общение. И чтобы результат усилить, конечно, нужно, да, вот не закончилось, забыла. Ну, просто понимаете, когда мы собираем вот этот мусор, да, ассоциация какая? Мусор все равно ассоциация. Да, да, да. А когда вы через неделю приходите, мы говорим, посмотрите, как хорошо, как у нас здорово, давайте проведем праздник. Ассоциация, естественно, положительная получается. Да, смотрите, как вы даже в психологической точке вы все подходите к этому. Ну, конечно, не психологи, но мы по себе смотрим, чтобы нас зацепило. Юль, еще вопроса для вас поступает. По улице Венцика от речного вокзала до улицы Степана Разина тротуары в плохом состоянии, а плиты падают на ноги. Екатерина, вот это как-то вот... Эти вопросы по благоустройству скоро, мне кажется, легко будет решать. Скоро у нас же будут районные депутаты. Это люди как раз, многие из общественников, вот, поэтому они будут доступны, скажем так, они будут, да, они будут как раз жить в том районе и будут напрямую заинтересованы. Потому что, конечно, в чем я заинтересована? Я заинтересована в той территории, где я живу, потому что в той яме, в которую я попадаю каждый день. Понятно. И вот, значит, ваш принцип, нужно каждому убирать вот свою территорию, да? Я так понимаю. И тогда весь город будет чистым. Если каждый, где живет, и будет делать вот рядом, что с ним чисто. Должно быть ощущение, что вот то место, где ты живешь, вот этот район, он должен быть, как бы сказать, таким единым целым организмом. Тогда вот будет какая-то команда, да, там, что я с этого района, и тогда будет чисто. Когда мы... То есть район Сухой Самарки, вы уже вот под эту Сухую Самарку подводите. Да, откуда ты Сухую Самарку? Это понятно, да. То есть, там, с Куйбышевского района, все, есть какая-то обществ. То есть, с Самарского района есть какая-то общность. И вот этим занимаются председатели ТОС. Они делают общность, они делают праздники, которые людей знакомят. Вот для этого все делается. Да, у вас такие вот... Я вас послушала. Тогда будет все чистенько. У вас задатки уже для такой депутатской работы, тем более, вот что мы говорили про депутатов, что их станет больше. Не было таких мыслей баллотироваться в районные депутаты? Были такие постоянные предложения у меня, да, от местных жителей. Вот. Ну, мы пока рассматриваем. Для меня раньше казалось, что депутат – это что-то такое грандиозное. На что-то нам нужно учиться. А сейчас я понимаю, что... А вообще вот в нынешней деятельности своей вы больше общаетесь с властями или с экологами? Как вот у вас строится вот работа? Ну, моя структура как раз и с экологами, с общественниками, и, конечно, с властями. Потому что экология, она очень тесно связана с администрацией. Деревья, обработка, спила. Естественно, работа идет с населением, с администрацией. Есть деревья, которые нужно устранить. Одному жителю оно не мешает, другому одно мешает. Да, естественно, мы ничего не можем сделать без администрации. Нужны разрешения, поэтому, конечно, мы очень плотно работаем с департаментом благоустройства в том числе. Ну, я думаю, что вы нуждаетесь в том, чтобы экологические знания расширять. Потому что если вы уже так связались с экологией, да, с этими проблемами, то вот вам это тоже необходимо. Знаете, я бы и знаний хотела получать, и практику. Ездить, допустим, по другим странам или по другим городам в России, у которых положительный результат, и перенимать его. Ну, вот, к сожалению, не подразумевается в нашем бюджете таких средств, чтобы наши общественники могли ездить. А вы нуждаетесь в спонсорах? И вообще у вас были хоть раз спонсоры? Или рассчитываете только вот на поддержку общественников? Просто вот людей, которые даже не финансами, а, может, какими-то делами, вещами там помогают? Вот, абсолютно со всеми работаем, и со спонсорами, и гранты стараемся писать. Вот, в прошлом году мы выиграли первый грант как раз на «Возрождение заботы». Мы проводили мероприятия. А настолько широкую популярность они взяли в «Самарские вечерки». Они набирают от 150 до 200 человек за раз. Вот, и грант закончился, а продолжалась с работой. Мы сейчас написали второй грант. Вот, ну, надеемся. Да, скажите, пожалуйста, если бы у вас были средства, достаточные, немалые, на какую бы проблему вы их бросили? Мы сейчас выбрали для себя конкретно вот я программу «Проект благодарю». Это проект про создание инфраструктуры по вещам. У нас же очень много людей, которые нуждаются в вещах, и очень много людей, у которых есть эти вещи. На сегодняшний день самое простое, с чем может человек поделиться, это своими вещами. Во-первых, это психологически полезно делать уборки в своих шкафах, освобождать, да? А во-вторых, очень много у нас сейчас и украинцев приехало, у нас в прошлом году погорельцев очень много было. Это совершенно нормальные люди, которые не за чертой бедности, но просто в одночасье просто потеряли все. И в какой-то период времени они вот нуждаются в вещах. Не постоянно, но нуждаются. Это может касаться абсолютно любого. Все может жить и быть. Вот, и установить контейнеры в торговый центр, куда люди могли бы складывать вещи, главное, уборы, обувь. А мы бы делали сортировку и передавали непосредственно муниципальным службам и организациям, которые занимаются с бездомными, а приюты для собачек есть у нас для животных, им тоже нужны те же покрывалы, да? Вот, то есть такой вот круговорот можно сделать. И сегодня столкнулась с такой проблемой, что в Самаре нет переработки ветоши. То есть, естественно, у нас какие-то будут оставаться излишки, которые и не туда, и не туда, да, нужно переработать. Пока нету. Поэтому есть над чем работать. Опять же, интересно бы съездить, да, посмотреть, как решать эту проблему, да, и поучиться. С изношенной одеждой. Да, интересные идеи. Казалось бы, нет ничего проще поделиться вот своими вещами, но тут уже нужна целая какая-то структура, да, все это вот организовать, структурировать, потому что можно принести, конечно, кучу вещей и бросить, но этим дело не закончится, не должно заканчиваться. И еще такой интересный момент, с которым вот мы сейчас тоже неожиданно для себя столкнулись, когда передают люди от всего сердца нуждающимся, как они думают, да, а нуждающиеся даже не разбирают пакеты, складируют где-то у себя и даже не знают, что у них там есть, и даже не стирают вещи, они одевают и выкидывают тут же. А мы считаем, что мы сделали что-то хорошее, а человек это не ценит. Он считает, это нормально, что мне всегда все принесут. А люди, которые, может быть, не за чертой бездности, но просто с малым достатком, да, но они бы с удовольствием эту вещь купили хотя бы за 50-100 рублей. Уже все равно какая-то деятельность. И также мы в эту деятельность хотим привлечь пенсионеров. У нас много пенсионеров, которые могли бы тоже принимать участие, в этом гуманитарном центре с разбором вещей. Тем более они часто чувствуют себя ненужными. Да, где-то подшить, где-то это все они умеют, и таким образом можно обеспечить рабочим, стоя пенсионерам, ну, дополнительный заработок. Вот нам кажется, вот это было бы очень интересно. Следующий вопрос от Галины Петровны. Может ли быть стоянка автомобильная на детской площадке? На площадке? У нас такая есть. Кирова 283. Что можно сказать? У нас везде машина ставит на площадке. Достаточно сегодня сфотографировать номер и отправить даже в департамент благоустройства. Достаточно сегодня сфотографировать номер машины, которая разгружает мусор у вас под окнами, и отправить в департамент благоустройства, чтобы было время. Все эти вопросы решаются, с ними нужно, конечно, бороться. Вот буквально вчера мы тоже... Буквально песок заехал, джип. И все, вышел, пошел, закрыл. Дети играют рядом с машиной. Да. Ходят сейчас... У нас полиция ходит, дружина ходит. Да, да, да. Дружина ходит. Вот. Неплохо бы взять у них телефон, как мы делаем. И когда какая-то такая ситуация возникает, они приходят и оформят машину. Да, и сразу полицейским сообщают, а они уже реагируют на такие нарушения. Да. Конечно, это штраф 2000 рублей, как минимум, насколько я помню, заезд на бордер. Но он у нас и сплошь и рядом. Да. Вот вы... Одной из целей вашей организации поставили такое сохранение культурных ценностей, традиции, повышение культурного уровня жителей области. Вот именно повышение культурного уровня жителей области. Какими методами вы можете этого добиться? Потому что звучит это так, извините, пафосно, да? На повышение культурного уровня жизни. Ну, это такой официальный язык, а не официально. Все зависит от того окружения, в котором ты находишься. Потому что про все проблемы, про которые мы говорим, это недостаток культуры, да? Основа. Да. Очень долгое время, нельзя этого исключать, мы были подвержены такой атаке, да, чтобы нас всех разобщить. Мне не очень нравятся тренинги семинара, когда говорят, ты должен быть лидером, ты должен идти по головам других, ты должен быть выше. Это вообще неправильно. Это вообще неправильно. Это как бы, ну, что ты один-то, нет, никто один. Вот. Всегда. И наши предки, они все были вместе. Человек, если ты один, я один, нас очень легко поссорить, друг на друга направить, понимаете? А если мы вместе, то к нам никто не сунется. Вот. И поэтому все эти вечерки, это тоже методы объединения людей, все эти праздники, это методы объединения людей, хороводы для чего проводят, для того, чтобы вы держались за руки друг с другом, и чувствовали тепло друг у друга. Когда в хороводе бегают 150 человек, это такая энергетика непередаваемая, что он даже кровать в центр круга ставит и заряжает его вот этой энергетикой. Это все для этого направлено. И хороводы мы всегда проводим на наших мероприятиях. Без хороводов вообще никуда. Да, все-таки нужно возвращаться к прошлому. Не все там так плохо, тем более про то прошлое, про которое вы говорите. Следующий вопрос от Марины Борисовны. Существует проблема сбора стекла, в том числе банок. Вот вы ее рассматривали как-то? А в чем проблема? Да, я могу сказать, почему мы не установили контейнер по стеклу, потому что... А как туда сбрасывать? Получается, что будут бросать, а не будут разбиваться. Да, да, это во-первых. Во-вторых, да, разбивает это раз. Во-вторых, очень дорогая, получается, доставка стекла до места. Оно очень тяжелое. Вот. И оно просто... На сегодняшний день действительно структура не развита. И что там еще было по поводу стекла? Банок. Да. А банки, могу сказать, мы специально не стали банки собирать. Банки собирают бомжи, они их сдают. И для того, чтобы они не разворачивали наши контейнеры... можно ставить тогда, получается. Если они стоят рядом с контейнером, они их всегда заберут. Ну вот. Мы, знаете, мы проводим на субботнике, у нас не хватает мужской силы, мы берем бомжей и говорим, давайте вы там собирайте, всю жестянку, которая есть, мы вам отдадим. Ну, наверное, нормально. Вы говорили о том, что вы хотели бы проанализировать опыт других более позитивных и эффективных методик по благоустройству и экологии в других городах. Скажите, а проблема нашего города по благоустройству, чистоте и так далее? На ваш взгляд, в чем заключается? Потому что очень много высказываний, опять же, из прошлого, где всегда Самара ассоциируется с не очень чистым городом, так скажем. В чем проблема-то? Ну, да, к этому как-то мы вот сами пришли. Вспомните все наши... Ну, вот в наше детство, да, все было зеленое, и Самара всегда была лучшим городом. Вот я когда ездила в деревню, в Ульяновск, ну, в другие города, все говорят, ну, ты же и Самара, на вас там так здорово. Я помню вот это ощущение, когда я въезжала в город, город был, во-первых, светлый всегда и зеленый. Вот это вот мои как бы детские ощущения. Сейчас, да, мы видим, что... Ну, существенно, да, у нас редеют. А с чем это связано? Мы достаточно, мне кажется, поздно начали заниматься этой высадкой, ее не хватает. Она сейчас началась, конечно, высадка деревьев. Но одно дело, когда большие деревья, да, срубаются, это видно, там, зелень. И когда вот дерево посадит полтора-два метра, когда оно это вырастет, это нужно было делать раньше. А не срубать деревья, многие тоже нельзя, они уже опасные. И поэтому такая разница. И люди, которые, ну, не понимают, почему так, да, что ругается там сегодняшнюю власть, потому что вот она плохая, а там раньше было хорошее. Ну, спорный вопрос. Это раньше надо было делать. А сейчас это, конечно, нужно делать просто ударными темпами, все эти высадки. Упущенный момент. Да, был упущенный момент. И все-таки вот такой вопрос, который часто и накануне субботников возникает. Кто должен убирать все-таки город? Власти, вот эти вот департаменты специальные, которые должны это делать? Организации? Либо вот горожане? Как вам кажется? Вот как на него ответить? Потому что многие говорят, я плачу деньги еще, я буду выходить и убираться. Нет, ну, конечно, в этом есть доля правды, да, там они платят деньги на самом деле. Ну, если вообще посчитать субботник, вот так вот, да, там сколько субботник стоит, мы один раз посчитали, у нас вышло что-то там порядка 30 тысяч субботник. Вот, если каждый раз там платить за субботники, то, извините, никого бюджета не хватит. Вот. То есть должна быть общность, наверное, про которую мы говорим, что все вместе должны быть и люди, и вот эти организации. Одни должны убирать, другие не мусорить и поддерживать друг друга. Ну, конечно, что требуется стороне государства, это определено, это новые меры в развитии социального предпринимательства, то есть социальных, индивидуальных предпринимателей, проекты, которые направлены на экологию, на переработку. Я думаю, что у вас такие гранты тоже появятся. Ну что ж, наше время подошло к концу свежего вам и нам ветра вместе с вами. Большое спасибо за вашу работу, за участие в Северополе. Спасибо вам за внимание, активность. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова